Водонапорная башня. Сан Дестин написано. Обычно на башнях, на этих, написано название города. Вот, я не знаю, Сан Дестин может быть просто... Или второе название города, или так, кличут город, что-то такое в этом роде. Ну, по-моему, здесь не... А, Сан Дестин... А, Сан Дестин Боливард здесь по имени этого улицы назвали. Водонапорная башня. Да, мусор убирает не одна компания, как вот у нас в России, там, ЖКО, да? Нет, здесь разные компании мусорные убирают мусор, то есть заключаешь с ними договор. Но улица обслуживается одной мусорной компанией. Не так, что к тебе поедут именно одна компания за мусором, а к твоему соседу другая. Так не бывает. Вот, так. Значит, стоим на светофоре, едем в Дестин. Вот. Хороший город Дестин, хорошие там пляжи. И также Панамо-Сити город тоже неплохой. Кто едет отдыхать во Флориду, поедьте туда, Панамо-Сити и Дестин. Ничего так. Это север Флориды, конечно, там, ну, Майами, само собой, на юге неплохой. Но Майами на океане, это... Майами на океане, это крутит волосы. Нет, не крутит. Обычно женщины всегда крутят волосы. В машине сидят, они останавливаются, начинают вертеть волосы. Майами на Атлантическом океане, да? А Дестин и Панамо-Сити на... Галф... Господи, как он называется? Господи. Мексикан Галф. Мексиканское море, да? Мексиканский залив. Вот. В Мексиканском заливе не такая вода бешеная, как в океане. В Мексиканском заливе вода теплее намного. Вот, хотя там тоже горячее сейчас. Ну, сейчас вообще лето, конечно. Сегодня у нас 10 июля примерно. А что они там на такой, это, едут? На такой дороге, которая... Ну, как он едет, он переехал эти кочки. Это машина. Я имею в виду трог. Что-то там разрушенное. А, там констрапшен, наверное, да, я вижу земля. Ну, ладно, пусть едет по кочкам. Там трог взбирался, что-то там взбирается по кочкам туда. Прямо интересно. Вот. Так, ну ничего тут интересного нету, конечно. Показывать вам. На светофоре стоим. Господи, вечно, что ли, будет Хани. А, мы поворачиваем налево. Left, right? Да, налево, когда поворачиваешь, то светофор долго горит. Не так, как прямо. А направо можно на красный у нас ехать, знаете, в Америке, да? Очень немногие перекрестки не едут направо. Там будет здоровенный знак висеть, что направо на красный нельзя поворачивать. Но это очень мало. Это на таких дорогах, которые очень медленные. Там 35 миль в час. Прибрежная, например, территория. И там будет написано, что направо нельзя поворачивать. Обычно направо всегда сворачивают. Останавливаешься и сворачиваешь. Либо, если это зеленый свет, и ты не видишь там никого, никаких пешеходов, и попер и попер, не останавливаясь направо. А я имею в виду, ну, повод на зеленый свет. Если красный свет, и не видишь там пешеходов, никого можно сразу завернуть, не останавливаясь. Это нужно, ну, тормозить, безусловно, на перекрестке. Так, ну, что еще у нас тут пообсуждать? Мои видео любят смотреть люди жратву. Не любят смотреть вот эти вот правовые ног. Бабичка, я не хочу. Вот здесь, вот здесь, вот здесь вора. Окей. Видели велосипеды? Дрык-дрык-дрык, да? Нацепил на этот, на машину. Вот, ну, а это новое, это, видите, еще пальмочки не выросли, только их посадили. Новый билдинг и новые пальмочки, сразу же сажаются. В Америке, когда строится дом, вот первое, что они делают, вот вокруг дороги чистые, огораживают всю сеткой, чтобы никакого песка там наружу не было, ничего и строят. И тут же, вот еще дом не достроили, уже высаживаются, уже трава, уже высаживаются, кусты уже этот мульчем засыпали. То есть никогда не бывает, чтобы выстроился дом, а около него они сделали этот вот, ну вот этот вот, облагораживание, да, они сделали это всегда. Обсаживают, высаживают, убирают, цементом покрывают эти дороги, ну, вокруг, я имею в виду, новых зданий, вот так вот. Вот, поэтому, это вот чисто русское, я помню, что если строится какая-нибудь коттеджа шикарная, здоровая, трехэтажная, а вокруг не пролезешь без сапог, вот это и есть такое, да. Сейчас есть или нету, напишите. Да и сейчас такое есть. Вот, что никто не, 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 здесь строится дорога, а потом строятся дома, понимаете, другими словами. То есть облагороженная дорога, подъезды туда-сюда, ну, не дорога, я имею в виду, там, магистрали, а подъезды к домам, а потом строится дом. А вот это такой же похожий, только уже выросшая пальма, уже, ему, наверное, может лет 10-20, а то и больше, судя по пальмам, ну, вот. Как у нас красиво с пальмами, да, во Флориде? Во Флориде nice вот пальмы, не то, что Миссисипи, штат, не то, что Луизиана, штат, а вот, это море вот там, вот, nice. It's the water a little bit. Yes, yes, it's the water. Все, приехали к пляжу. Ну, это Destiny, is this Destiny or what? It's close to Destiny, this is Miramar. Miramar, Miramar, видите, да? Miramar, город называется, Miramar. Чёрт, и как он там пишется, надо хоть посмотреть. У них же то, что говорится, не пишется так, как говорится, поняли, да? С этого, со звука английский язык не запишешь, то есть это. Я когда учила, начинала учить в России, а? Вышелся в мире? Yeah, nice, nice, bitch. Вы говорите beautiful water, а вам не видна beautiful water? Красивая вода, не видна вам, да? Не видна. Ой, какая beautiful вода, а, honey? Красивая вода. Красивая? Вода, красивая вода. Сейчас пойдем на красивую воду. Я когда начинала учить... Ой, русский, господи, русский начинала учить. Я когда начинала учить английский в России еще... О, какая дома с этими шляпами. Такая дрэк-дрэк-дрэк-дрэк-дрэк-дрэк. Кто сказал, в Америке нет красивых женщин? Видели какие-то дрэк-дрэк-дрэк-дрэк? По-моему, на латиноамериканку похожа, судя по короткости. Но... А может и нет, нет, не увидела. Я не знаю, не буду. Это самое... Что-то я сказала, хотела сказать. Жилые вот это дома, понимаете, да? Возможно, их снимают кондо минимумы здесь. Здесь часть люди живут, часть люди могут снимать на три дня и более. Это не отель, а на три дня и более снимаешь квартиры. Они там оборудованы классно бывают. Ну, не знаю, в этом билдинге, может, нет. Выглядит как-то там вот простое здесь что-то выглядит получше. И джакузи есть, и два туалета в квартире, например, если двухкомнатная квартира такая с кухней. И вот эти квартиры, они на съем, они... Ой. А кто? Сембарин? Или ты буш? Нет, нет, это вода спринклер. А, спринклер... Воды спринклер работал и брызнул на стекло. Что говорила, забыла. Да, так вот, снимать лучшую квартиру выгоднее. Во-первых, она аж большая, с кухней. В кухне есть вся посуда, все чистое, все вымытое. Есть музыкальный там центр, телевизор один, телевизор в другой комнате, телевизор в третьей комнате, двухкомнатной будет. И будет стоить, дешево, вот эти вот 150, что мы заплатили, да, за одну ночь, вот за тот дырявый отель вот так, вот в эту ночь. Так можно эти 150 платить в день, не менее трех дней только стоять надо, и ты будешь жить в хороших очень условиях, да. Ну, то есть эти кондоминиумы, вот эти вот квартиры, принимают туриста более трех дней и более, то есть не на один день переспать, да. И там не останавливаются ни трок-драйверы, ни какие там командировочные, которые едут быстро назад, только спит и едет дальше, да. Никакие там по бизнесу, ну, смотря какой бизнес там, если он приехал на неделю, может, и берет, вот. А так, то есть не просекающие, не пересекающие город быстро люди, да. Вот. И это. И можно, и можно брать там квартиры, и будет вам намного дешевле, чем вы в отеле заплатите за каждую ночь по 150, понимаете, вот. И там шикарно, там и слины. Пол свой вообще, ну, вообще. Как они называют? Honey, how they call this? Look like Calypso condominiums. How they call this? Is it condominiums to rent for three days and more? Right. Stop. This one is like this place. How they call this мотоциклет? Condominiums, it's a condominium. Condominiums you can rent, right? For three days and more. Ну, он говорит, condominium, это называются они для рентовки, для сдачи в наем, да? Вот, ну, это повсеместно. Это когда будете искать отель на гугле, вам и выпадут и condominium всякие разные. Ну, вот выгоднее и лучше. И там чисто, хорошо, и вообще там шикарно. А первое было мне сюрприз, как мы остановились, помню, это была Пен-Амаситика сейчас, помню, Калипс, ну, как-нибудь съездим туда, мы все, сейчас мы там собираемся вернуться, посмотреть. Ну, ну, он зарезервировали, да, за полдня, за день, за два дня, не помню, как мы там, этот, кондоминиум, да? И вот, и вот она говорит, а к Востоку выезжаете? Востоку там через 3-4 дня, например, там было 4 ночи, там в Востоку выезжаете. Все это все по телефону, значит, с ней, да? Вот, все, заплатил. А, когда, значит, едем ночь, а он говорит, а какой подъезд подъезжать звонит? Она ему говорит, это диспетчер, диспетчер, который обслуживает не только этот дом, там, может быть, у них там несколько, она говорит, так, открывайте почтовый ящик под этим номером и забирайте там ключ. От этой квартиры, а мы упали. Мы же знаем, что шикарные, ну, это не такие апартаменты, ну, шикарные, там, ты шикарный дом красивый, вообще, прелесть. И внутри там отделка, ну, вообще, все. Там и холлы красивые сами. А он говорит, так что, он даже был удивлен, а что, взять причем ящики люч, вы его туда положили, да? И так и сказала, что вы когда, а, спросила она, вы, говорит, такого-то там, будете уезжать, да? Ну, вот у вас чек-аут, значит, ну, вот этот тайм, когда вы должны съехать, значит, 11 часов такого-то числа, да, говорят, ну, этот, вот. А он говорит, хорошо, потом, когда уезжаем, значит, звоним, что мы уезжаем, значит, это. Не было ДЭСКО, вот в чем, в чем проблема. В этих, она минимум, там нет этого, ну, человека, который принимает. или там был он только в дневной, я не помню, ладно, неважно. Короче говоря, говорит, положите ключ в почтовый ящик опять. Вот это самое. Здание здоровенное, 25-этажное, там, на пляже стоящее. Там с этими ключами может любой зайти, вот эти ахнурики, которые ходят, которые протестовать хотят, да, значит, это самое, им полиция жить мешает. Почему-то нам с Хасбутом она не мешает жить, а им мешает полиция жить по какой-то причине, не знаю почему. Вам, скажите, вам полиция мешает жить? Вот в России, в Украине, нет, не мешает вам? Именно полиция, которая хулиганов арестовывает, вам мешает жить такая полиция или нет? Ну, так это, так, да, и говорит, положите почтовый ящик, я помню, для меня было там, я только приехала в Америку, а как это вы? А здесь очень много все на доверие, и здесь очень много на доверие вообще всего. Когда приедете, начнете жить, вы поймете, что в Америке, ну, вот такого доверителя, что тебе верят. Вот ты вроде брешешь, а тебе верят, понимаете? Ну, то есть смотришь, что ты там брешешь, но тебе поверят, понимаете? Вот. Или там, где-то там, я говорю в любом месте, скажешь, ой, дайте мне экстра вот это, ну, экстра дополнительное вот это, я там или уронил, или не съел, или, ну, мало ли что, и тебе поверят и принесут другое. Понимаете? Вот так вот, ну, там, с едой связанной, или с чем-то. Вот, так они говорят, положите ключ, говорят, в почтовый ящик назад. А квартира наполнена всем, наполнена там, что только нету, в той квартире. И плита, и посудомоечная машина, и все к посудомоечной машине, что мыть посуду, и те же лондри, о которых ваши любимые, этот, блогеры говорят, что в Америке, блин, говорит, квартиру в рент не снимешь, где есть стиральная машина. В Америке не стиранная машина, пишет. Мужчина, что нет в этом, в Америке, со стиральными машинами, квартир. Понятно? Вот такая вот Америка, вот такая, не стиранная она такая. Вот. Ну, и вот положите ключ. Да, и там же лондри была, там была такой, ниша такая, в ней же стиральная машина, сушильная, как помните, в магазине показывала, что стиральная машина внизу, а сушильная наверху, да, так вот в столбик, так как пенал. Была вот такая машина, то есть ты можешь и стирать, а потому что целые 4 дня на пляже, все время эти полотенца, все время эти купальники, шорты и прочее. Вот. И, ну, квартира шикарная, джакузи, и все, то есть там, я не знаю, вот, и все это где-то 150 долларов в день, может даже зимой и дешевле, может и 130 в день будет, ну, за 4 дня вы платите, там, или за 7, несколько вы побудете. Вот, ну, положите, говорит, почтовый ящик, говорит, ключ, и все, что вам надо. Так вот, мне интересно, что вот эти охнурики, которые по этим, по мусорным бакам лазят, мне интересно, они, когда это самое, когда усекут это дело, он же возьмет ключ, и там, чего-нибудь сопрет. Подушки с матрасами, например, мало ли что. Вот. А там даже были эти самые, что на балконе, там балконы такие ленточные, огроменные, что можно, смотрит же на море, билдинг, да, 25-этажный, что там можно мясо жарить, там какая-то вот такая барбекюковая, такая, такая, газовая такая установка стоит на балконе, и со всеми с этими барбекюковыми, этими шампурами или чего-то там, это самое, ну вот так, то есть, чего там только нет, что и квартире. Так, короче, приезжайте в Америку, во Флориду, конечно, едьте в отдыхающее место, если поедете, то есть, там, где люди отдыхают, там, где люди работают по Флориде, там, какие-то рабочие эти городки, вот мы проезжали, там, такого не будет, понимаете, там будут отели, которые вот такие вот, похуже получше и все. Ой, спасибо. Honey, how nice, а? SO nice, а? Is it destined already or not? Honey, вот это какие-то мотельчики здесь swimming pool вот там за белыми белым белый заборчик в центре здесь на съем эти такие квартиры тоже это будет считаться наверно когда минимум а может быть есть там одна комната то это hotel кто и знает написано на отеле было сам сам аргерлу летняя девушка на герл девочка и девушка одно слово сам аргерлу летняя девушка красиво хорошо здесь уже частные дома вот это были так это опять квартиру он свиминку у них квартиры или в наем или в сдачу или живущие люди я помню в таких вот когда минимум когда приезжаешь она на территории бассейна вот где разговариваешь там там встречаются люди которые горят здесь живу и я помню что мы сразу нам спрашивали ну сколько стоит но но стоимость у них конечно у этих вот хороших квартир да еще не на песке на это сам выше чем безусловно вы купите в городе выше 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 но на порядок там я там знаю муж процентов на 40 точно стоимость выше так это там квартира 600 тысяч долларов если по миллиону смотреть если шикарный миллион а так 600 и два бедрума дать две спальни в этот living room зал кухня два туалета джакузи огроменный длинный балкон вот но и опять же все же платят maintenance фида вот этот вот обслуживание территории все эти кустики лютики цветочки что вы пишете что так все ухожено так все хорошо но ты платишь измесячно не платить нельзя а вот и я как-то удивляюсь вот я говорила как то что из италии марина говорит а я там не платила несколько лет за мэнтенанс фи этот вот и там нельзя сейчас квартиру продать и то есть надо оплачивать этот долг и тогда сможешь ее продать да у нас такого практически не будет если ты остановишься платить и не выселят слышите может быть смотря на меня выселяют очень нежно так можно сказать значит этот самый полгода год значит это тянется но вот по мэнтенанс фи не знаю все таки это же плата небольшая если ты за территорию не платишь а как ты не платишь если я вообще не знаю как у них плата в италии или это просто отдельный дом такой или социальное жилье кто-то мне писал это социальное жилье у нее то есть как матери одиночки дали социальное жилье бесплатное может быть это в социальном жиле так а в жиле которое ты купил может иначе ну как можно отделить у вас в пей чеки но в этой квитанции которые вы платите дома за вода мусор и ремонт крыши или как там за что вы там платите вместе как можно выделить воду не плачу а этот самый а мусор плачу или наоборот понимаете так нельзя это же идет в одном чеке сюда в одном билл билл у нас называется билл это счет приходит тебе домой вот поэтому там все вместе и там и уборка вот эта территория вот это жкошные эти расходы до мэйтенанс фи обслуживание мэйтенанс обслуживание вот она идет вместе одним чеком месте просто как там расписано как статья но она идет вместе и нельзя отделить вот поэтому вам придется платить еще еще что выру купишь квартиру но еще плати за ее даже в этих вот домах до купишь ты там квартиру и будешь платить еще за мэйтенанс фи вот ну это все знают я как-то чудо с хазбандом говорила ягра сколько там стоит а сколько вот в таком районе будет манданцы там шикарное что такое там жилье или в каком-то городе все и родах тут же вот мэйтенанс фи такой дорогой он это где нет в америке мэйтенанс фи они греть везде и чего еще называется иначе эйч оуэй три буквы аббревиация аббревиация там сокращенное название аббревиатура вот а где горит нету горит в америке везде то есть даже в самом бедном районе вы поселить если там траву стригут и все и больше там ничего нету никаких тебе свинкулов цветочков и прочее вот никаких тебе там теннисных хордов чем клабов этих и ничего и все равно ты там будешь платить какие-нибудь там в месяц и там я там знаю доллара 80 за вот эту козьбу травы за клуб за людей которые это тебя там все это обслуживают подметают кусты режут пальмы режут на таком а еще может быть дома вокруг обслуживают где чё отвалилась снаружи от дома они тебе приделывают за эти 80 долларов в месяц например то есть дополнительно не платишь то что называется экстерьер и интерьер этот в этот снаружи обслуживание внутри на внутри это твое снаружи все можешь на 3 менять в этих квартирах то есть свое может унитаз такой секой поставить золотой или поставить такой как у меня подружка наташа наставила коричневого цвета под цвет этого ну не балуйся и притом не балуйся с таким оттенком как в россии это она мне показывает унитаз купила никогда не у нее ну то есть ненавидела уборку вообще то есть поэтому купила коричневый унитаз а унитаз еще знаете керамический с растяжкой там такие пятнышки значит либо на темно на коричневом бежевые пятнышки такие капли как будто кто разбрызгал знаете такой вот ну как на коричневую мебель мебель темную побрызгать бежевой краской вот из этого из и спре да вот из разбрызгивателя бежевая краска и на коричневую темную мебель вот такого цвета унитаз можете себе представить это вообще пиндец я когда увидел я когда увидела и вообще обалдела что что сто раз он будет чистым ну когда заходишь тем более унитаза раковина это еще куда не шло да но но вид унитаза коричневый это вообще труба то есть хоть бы одного цвета был он коричневый а то же вот с этими оттенками кошмар ну и вот вроде как там что-то лежит да еще и разбрызганная ужас но это чтобы меньше мыть за почему она купила так я еще хочу сказать что эти самые и внутри в домах которые платежность вокруг за обслуживание все они же относятся к ассоциации одной да вот у вас по улице никто никому никто не подвластен у вас никакого босса нету у вас только же кого есть босс который обслуживает там целый район на черемахи чешки например не в большом городе а малом например да район чем и черемушки вот это же кого там в нем например 50 домов хрущевок например да вот этим же куда можете 50 но может 20 домов смотря какие там эти хрущевки большие маленькие вот а здесь все по ассоциациям да вот это вот вот здесь там дома например стоят они принадлежат к одной ситуации к на минимумам например да со своей администрации оплата и прочими делами со своими администрация договор договорилась давно про кусты резательные про обслуживание бассейна и все такое а вы только платите живете вот и поселиться нельзя так чтобы не платить или ты задолжал платить за этот уборку то то есть они это да про выселение хотела рассказать но это уже заболталась у меня уже язык болит подождите про все линии я сказала очень мягкое выселение в америке сейчас расскажу про мягкое обслуживание а и 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